Всем привет! Это первая часть серии уроков про User Input. Сегодня мы поговорим не про сам User Input, а про не устаревший пока объект Mouse. Mouse это мышка. Давайте попробуем и узнаем какие простые действия и сразу и быстро мы сможем использовать в наших играх. Давайте посмотрим пример. Нам еще раз напоминают на разных страничках Developer Roblox, что у нас вместо мышки можно использовать, например, User Input или Context Action Service. Про Context Action Service смотрите отдельный урок, там много интересного. Давайте сейчас обратимся только к мышке. Вот адрес у вас на экране, копируем код. Сейчас мы в нем исправим ошибку. Кстати, сразу забегу вперед. Вот нас предупреждают, что мышка GetMouse, чтобы получить объект нашей мыши, работает только из локальных скриптов. И только скрипт должен быть помещен в папку StarterPlayer Scripts. Вот у нас StarterPlayer, StarterPlayer Scripts. Давайте создаем локальный скрипт. Я его сразу переименовываю. Ну, допишу Mouse. И давайте запустим. Если сейчас будет ошибка, ну, на сайте же у нас мы привыкли, ошибки на Roblox встречаются. Так, давайте посмотрим. Окошко Output включаем. Кликаем мышкой. Так, ошибка. Ошибка. Переходим на наш код. И исправляем. Ну, в общем, невозможно напечатать вот этот объект. Давайте просто быстренько. Конкатенацию. Склеивание строчек заменили запятой. Все. Все будет работать. Давайте запустим. Что же делает наш скрипт? Наш скрипт просто показывает, куда мы кликнули мышкой. Кликнули на Base Plate. Мне показывает, что кликнутая часть Workspace Base Plate. И координаты, куда мы кликнули. Трехмерные координаты. X, Y, Z. Так, давайте на этот кубик. Так, у этого кубика название Workspace P6. И позиция. Отлично. Так. Ппушка. Окей. Давайте посмотрим на скрипт и сразу его изменим. Потому что скрипт скучный. Что мы здесь видим? Вначале получаем ссылку на игроков. Получаем ссылку на нашего текущего игрока. Так, в локальном скрипте. И здесь получаем объект мышка. Этот объект принадлежит только текущему игроку. Так что, вот кто играет с компьютера. Кстати, мышка есть только у тех игроков, которые играют с помощью компьютера. Помните это. Когда делаете игру для тех, кто играет со смартфона и планшета. Нужно будет использовать не маус, а юзер, какой-то другой юзер интерфейс. Но это в следующих занятиях. Так. Итак, мы видим. Вот у нас объект мышка получили. На событие button one down. На событие, значит, нажата левая кнопка мыши. Присоединяем вызов функции. Маус клик. Она очень простая. Печатаем имя нашего игрока. И куда мы кликнули. Не будем вдаваться в подробности. Но в любой момент мы можем считать положение нашей мышки. Но после того, как произошло событие. В mouse.hit. Это значит, куда мы щелкнули мышкой. Там находится еще информация. Но, по крайней мере, вот в этом месте, в этой переменной, mouse.hit.p, находится вектор 3, координаты нашей мышки. Так. Ну, что нам дадут координаты? Нам было бы, наверное, интересно не на координаты посмотреть, а посмотреть на тот объект, на который мы щелкнули нашей мышкой. Он находится в mouse.target с большой буквы. И мы уже печатаем, если мы куда-то попали. Если мы никуда не попали, в пустоту уткнули, то нам выдадут сообщение no part clicked. Кстати, я не попробовал кликнуть. Давайте сейчас я кликну no part clicked. Кликаю на небо. Да, никуда мы не кликнули. Ок. Что нам приходит на ум? Что можно сделать? Самое быстрое. Уничтожать те предметы, в которые мы кликаем. Давайте попробуем. Я не буду стирать этот принт. Я просто сделаю mouse.target. И давайте вызовем, как вы помните, наверное, уничтожение объектов и чего угодно в роблоксе с помощью функции destroy. Destroy. Кликаем. Я сразу предполагаю, что что-то пойдет не так. Кликнул на объект. Он исчез. Исчез, 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 исчез. Исчез, исчез. Давайте на свою голову кликнем. Так, на голову не кликнулось, зато исчезл baseplate. Я сейчас буду вечно респавниться. Как защититься от уничтожения baseplate. Ну, наверное, вы догадываетесь. Ставим простое условие. If mouse.target не равно workspace.baseplate. Например, вот так. Then. End. Давайте проверим быстренько. И я уже придумал, что мы можем сделать еще. Давайте посмотрим, назначим похожую функцию. Да, вот кликаю на baseplate. Она не уничтожается. Она детектируется. Нам печатается ее имя. Так. Ну и с игроком я тоже ничего не могу сделать. Защита от юных хакеров. Такс. Что же будем делать? Давайте сделаем на левой кнопкой мыши мы уничтожаем объект. А правой кнопкой мыши мы объект создаем. У объекта мышь давайте посмотрим, какие есть вообще. Какие есть свойств тут много. Мы пока на них не будем останавливаться. Сами почитайте. Давайте посмотрим, какие есть у нас события. Итак. Вот мы пользуемся вот этим событием. Присоединяем к нему за функцию button one down. Это левая мышка нажата. Левая кнопка мышки нажата. Это левая кнопка мышки отжата. Когда вы ее отпустили в тот момент. То же самое для правой кнопки мыши. Нажата, отжата. Идлинг. Когда мы ничего не делаем. Когда мы не нажимаем, не шевелим мышкой. Будет каждый кадр в нашей игре вызываться вот это событие. Можно, например. Но я даже не знаю что. Курсор здесь я не нашел, где можно изменить. Вы только можете получить картинку. Иконки. Текущий. Так. Move. Можно. Точнее, move срабатывает событие move. Когда вы передвинули мышку в любое место. Дальше. Wheel backward. Это когда колесико назад покрутили. И когда колесико вперед покрутили. На нажатие колеса никаких событий нет. Да. Ограничено. Но могу сказать, что в user input мы сможем. Там больше событий. Но тем не менее, мы пользуемся простой классической мышкой. Ок. Итак. OnMouse. Давайте я назову вот так, чтобы было ясно, что первую мы кликнули. Mouse one click. Первая это левая кнопка. А здесь мы делаем OnMouse два клик. И здесь делаем. Ага. Я не скопировал еще вот это. Мы должны вызов функции, которая сработает на нажатие правой кнопки. Вот так. И здесь пишем двоечку. Так. Ну здесь мы не будем уничтожать. Давайте мы будем создавать объект какой-нибудь. Конечно. До Minecraft у нас тут далеко. Так. P. Помните, как создавать любой объект. Instance.new. Название того, чего хотим создать. Дальше пишем. Размер сразу давайте сделаем. Пусть у нас будет 5 на 5 на 5. Помните, как размеры создавать. Vector3. Vector3.new. И здесь перечисляем через битую. Размер. Так. Что же еще нужно? Цвет. Давайте любой. Так. У нас там BrickColor. И в BrickColor можно сделать. BrickColor random. Он новый цвет создаст из стандартных цветов Роблокса. Так. Ну и мы должны, конечно, нашу созданную деталь поместить на Workspace. Значит, сделать ее родителям. Наш Workspace. Ну вроде все. А. Но можно еще имя сделать. Давайте имя сделаем. Назову KillMe. Для чего? Давайте сделаем, чтобы если мы кликнули... Чтобы мы могли уничтожать только предметы, которые мы создали. Если имя того предмета, в который мы кликнули мышкой... Baseplate уже не удалится. У Baseplate имя Baseplate. Поэтому если будет совпадать... Ну в принципе, вот урок и подходит к концу. Если у меня здесь ошибок не будет. Так. Кликаю. Ничего не получается. А. Вот я кликнул правой кнопкой мыши. Так, ребята. И у меня вот ошибки полезны. Куда бы я ни кликал... Я забыл позицию указать. Помните, где мы узнаем позицию? Вот нам при клике... Вот в этой переменной у нас находится позиция. Позиция это в 3D пространстве. Где мы кликнули. Окей. Давайте так. Это для создания. Создали. Parent. Так, давайте вот здесь. P.Position. Присвоить. И можно сразу писать. Mouse. Hit. P. Ну давай. Работай. Так. У меня где-то ошибка. Наверное. Включаем output окошко. Возможно, конечно, проваливаются. Да-да-да. Они проваливались под Base Plate. Так, ребята. Что же сделать? Чтобы не провалились под Base Plate. Чтобы они появлялись немножко выше. Так, мы будем вот так делать. Мы сложим. Прибавим еще один вектор. Вектор 3. Не забываем не U здесь написать. Значит, по X прибавляем 0. По Y прибавим... Давайте на 5. Да, на 5 стадов выше. По Z там же. Должно сработать. Так, ребят. А я, наверное, где-то еще опечатался. OnButtonDownConnect. Button 1. OnMouseClick 1. OnMouse2Click. Клик. Так, здесь уничтожаем Destroy. А здесь создаем. Text. Запускаем еще. Включаем окно. Output. Чтобы видно, что у нас происходит клик. Так. Не удаляется. Правой кнопкой. Почему-то у меня на бейсплейте... А, ребят. Я условия забыл. Как для вас специально сделал. У меня, видите. Стоит условие. Что не срабатывать. Если мы кликаем на бейсплейт. А я в основном на бейсплейт и кликал. Так. Знаете, как двигать влево-вправо блоки? Выделяем блок. Нажимаем Tab-Tab. И он влево двигается. Если Shift-Tab, то он вот сюда двигается. Ок. Я уже думал. В чем же у нас дело? Отлично. Создаем. Создаем кликами вещи и удаляем. Так. Вот у меня тут один зритель посмотрел. А как сделать, чтобы вещь удалялась через некоторое время? Ну, можно, конечно, такой. Давайте простой, самый примитивный лайфхак сделаем. Не то, что лайфхак. Никаких переменных дополнительных не нужно. Так. Вот мы здесь создали. Давайте ждем. Через 5 секунд пусть удалится. Wait. 5 секунд. 5 секунд. Теперь пишем P. Destroy. Все. Значит, у нас будет создана деталь. 5 секунд простоит и уничтожится. Так. Давай читаем 5 секунд. Ну, вот уже видно, что детали начали исчезать. Причем, я могу не ждать, пока они исчезли. Я могу их левым кликом уничтожить. Того, как они исчезнут. Вот. Ну и все. Подписываемся на мой канал. Задаем вопросы. И предложения пишем в комментариях. Шлем донатики. Если хотите какую-то тему, чтобы я осветил. Ну, все. Пока.